Ну что, я решил коробочку от Самотекса оставить в номере, чтобы не таскать с собой. Остатки гармошки, думаю, в Валенсии добью. Вопросов никаких не было по дороге. В номере чуть прибрался. Ну, как чуть-чуть? Ну, реально, чуть-чуть. И сразу же номер я оставлю, чтобы не возвращаться. Часов пять вылет. Пошел делать дела. До восьми утра парковка бесплатная. И, естественно, прямо сейчас ровно в восемь утра. Так выглядит движение в Валенсии в восемь утра. Вообще, говорят, пробок нет. Я живу от центра очень близко. И сейчас поеду прямо в центр. У меня там встреча. Поэтому посмотрим. Расскажу, уделюсь еще что-то по графику утреннему. Ну что, ребят, специально для вас. Запарковался с нарушением правил. Я приехал, ну, наверное, в один из самых больших магазинов. Те, что я видел вообще по карте спортивного питания. Бренды очень разные. Большинство мне не знакомые совсем. Возможно, это бренды местные. Я же не могу себе даже пожевать. Обязательно. Какой-то кокосовый батончик. Потому что мне нужны силы. Я сейчас поеду на пляж. Там я буду тренироваться. Это местная. Вестпротеин называется. Это овсяночка всевозможная. В бутылке готовый протеин. Включайте бренды сами, ребята. Я думаю, что сейчас тут настроимся мы. Айронмакс. Не знаю. Внизу. Не знаю. БСН знаю. Оптимум. Батончики. Амикс. Амикс это мы знаем. Double Layer Амикс. Oxygen Nutrition, кстати. Сейчас это модное слово в России. Oxygen. Такие ведра огромные. Смотрите. Это прям какая-то дичь. Это подвал развес. Сиропчики. Короче, бренды, которых у нас нету, ребята. 100% вейп-протеин 43 евро за 2 килограмма 300 грамм. Коллагены всевозможные. Магнии. Гейнер. 4,5 килограмма. 39 евро. Бигмен называется. Да. Слушайте, дизайн. Посмотрите. Ну это пиндец. Мне кажется, любой самый нищий бренд в России выглядит лучше, чем то, что делают ребята в Испании. Но с другой стороны, очень круто. Очень круто то, что я так понимаю, практически вся продукция здесь местная. Вот что мне удалось найти. Что-то телефон нашел у меня, представляете, ребят? Что интересного я вижу? Ничего. Аликс. Ну все, вот все бренды. Вот я даже не знаю, что такое, ребят. Стоил он 79 евро. Сейчас, видимо, акция 52. Бренды, ребята, нам неизвестные. Сейчас у меня время приобрести какой-нибудь батончик. И отправляться на пляж. По карточке нельзя купить меньше, чем на 10 евро. Представьте, вот так. Все, батончик, прокинули. Сейчас приобрету себя. Ребята, я пропустил просто самую свою любимую вещь. Это же Амино Энерджи. Я даже не знаю, что взять. Давайте, Тропикал, Лимон Лайм. Короче, берем мы оба, потому что надо попробовать. У нас такого не продается. Надо качаться на пляжу. Поэтому еще у меня будет бета-аланин с цитрулином. Это у нас Амикс делает такую штуку. Я думаю, она без сахара. Ну и все, мы затарились. Вот такой, ребята, у меня будет еще дегустация спортпита. Ребята, потратил 30 минут езды для того, чтобы затем разлить спортпита. А вот запах. Запах, как я помню, еще, наверное, в 2000-х. В 2000-х, знаете, такой витамином С, витаминами пахнет такими. Вот склад довольно-таки большой, смотрите. Большой склад. А самое интересное, это на разрез. Вот так вот у них стоят баночки с разрезным спортивным питанием. Походу они дело тоже его рассыпают. Мы мало говорили про тачку, ребята. Я вот мистер Афигука запарковал здесь. Правда, не очень разрешенное место. Но я поставил проездик маленький. Эти диски прям вообще пушка, мне кажется. Вот прям диски у него АМГшные. Очень кайфовые. Я запрыгиваю в машину, потому что Стражи Галактики, короче, не оценят. Потому что тут запарковался. Корт Пир накидаем вперед. Не знаю, почему в машине мне чем-то воняется, честно. Мысли у меня нету. Я вроде ничего такого не жрал. Я вроде ничего такого не ронял, чтобы оно так пахло. Но запашок у меня в машине не есть приятных. В общем, тропический вкус Амина Энерджи. Ну и я очень люблю все кокосовое. В батончике в этом. Есть грамм углеводов. Ну, думаю, перед нагрузкой самое то. Мы сейчас поставим навигацию в сторону пляжа. Аэропорт вроде бы был внизу. Ну, ладно, разберемся мы по ходу дела. Поставил навигацию. Вскрываю батон. Давайте попробую сразу, скажу. Газированное, приятное. Углеводов тут, кстати, 2 грамма на бутылку. Но это совсем немного. Состава минетислот очень даже прикольная. Даст бог. У нас такое появится. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Пляж в Валенсии просто огромный. Это такая широчайшая песчаная коса. Он очень длинный, очень большой. И он здесь не один. У меня будет сейчас тренировка на пляже. Я буду отжиматься. Отжиматься буду много, много, много. Собственно, до отказа. Начну я там с диапазона. По 30 секунд буду выполнять отжимания. Сделаю столько повторов, сколько мне удастся. У меня с собой донатор Oxyazota от Амикса. Состав потом разберу даже попозже, если будет время. Если интересно вам. У меня с собой Amina Energy. Там бы Цашки, Тритаурин. Все такое. И там Финочка немножко. Все. Пляж длинный. Здесь песчаная деревянная дорожка. По топове. Пляж длинный. Для чего, зачем я отжимался таким вот образом на одну сторону? Объясню. Суть в том, что именно при таком движении получается амплитуда на каждую грудную выше. Тем самым и упражнение меняет свою биомеханику. Мышца нагружается лучше. Поэтому вот можно разнообразить таким образом отжимания. Получается простое отжимание. Но чем-то по механике похоже на жим штанги. По амплитуде. А когда мы на одну руку в сторону уходим глубоко, движение чем-то напоминать может вам жим гантелей. У меня уже по счету девятый подход. Не знаю, как Давида Чуджался две тысячи раз. Или сколько там, десять тысяч раз Давида Чуджался. У меня получится, наверное, раз пятьсот суммарно. Пусть и глубоко, там, в нормальном темпе, но больше я банально не сделаю. Потихонечку добиваю свой Анина Энерджи. БЦАшки выпил. Генетик они у меня с собой. В сумке. И все вещи с собой. Чтобы не спиздили. Потому что надо домой лететь. Ну, хоть немножко записал, как выглядит, аэропорт Валенсии. Потому что я уже опаздываю. Заехал на этот паркинг. Куча времени. Солидос. Депарчес. Все, правильно. Отправление отсюда. Теперь мне нужно, чтобы мне просветили багаж. Или хрен нужно. О, Мадрид. Наверное, это мое. На входе нет никакого контроля вещей. Зашел. Уже получил билет. Билет. Нужно, как раз таки, отправиться на свой гейт. Время есть. Я, может, даже успею попасть в этот приорити. Если я хочу. По одному важному делу. Дальше идти пока не знаю. Но сейчас разберусь. Надо попасть на контроль теперь вещей. Не знаю, где это. Но, кажется, подозреваю, что... Слово контроль как бы намекает, что нам сюда. Короче, в водичке куча. А в остальном просто есть нечего. Смотрите. Колбасятина. Воды захвачу с собой еще в самолет. Самолет будет какой-то мелкий у меня. Ну и тут все. Кофе. Булки, булки. Ну, единственное, Неспрессо кайфово стоит. Сэндвичи. Ну, мне тут просто есть нечего. Вот в чем дело. Печенье выглядит очень вкусно. Но мне его нельзя. Ключи, я поел просто арахис. Для меня особо ничего не нашлось. Матрид, немножко приходил орехов. Потому что ты ел алкоголь, я пить не хочу. Но у меня еще, благо, подфильный батончик есть. Я, если что, его съем в любой момент. Но в Мадрид, по идее, очень большой аэропорт. Думаю, там крутой приорити. И там точно будет что пожевать. Час с копейками полета, посплю. Поэтому уж с голоду не помру, думаю. Такие дела. Имейте в виду, Валенсии приорити, короче, есть. Особо нечего. Понимаете, в чем дело. Все, сейчас, наверное, будет магия кино, все дела. И я скоро уже окажусь. Опять забыл. Мадрид, по-моему. Фух. Я уже прибыл непосредственно в Мадрид. Пойду я найду себе стойку регистрации. Зарегистрирую со своей рейс уже аэрофлота. Который ведет меня в Москву. И с Москвы прыгну. Уже до Питера. Пересадь мне короткий, опять все бегом. Как обычно. Просто чуть-чуть, ребят, для вашего понимания, что такое большой аэропорт. Мне нужно в терминал 1. Это зона А, Б. Мне именно в А нужно. Пешком. 24 минуты. 24 минуты. Я буду топать. Мне кажется, кардио лучше не придумать. Должен я нормальненько по времени успевать. Как раз я зарегистрируюсь на рейс. Мне нужно регистрироваться. И после этого отправляюсь опять в приорити. Очень рассчитываю перекусить. Потому что реально кола с орешками. Зашли не сильно по кайфу. И мой животик не очень сильно рад. Но лучше что-нибудь сожрать. Что-нибудь сожрать, ничего. Почему нет какой-нибудь автобус? Или какой-нибудь хрени другой? Или какой-нибудь автодороги, которая бы меня отвезла? Вообще все люди сюда идут, а я навстречу. Никто не идет совместить со мной. Причем мне шуровать еще очень далеко. Камеру я убираю. И шаг я планирую ускорить. Лучше быстрее прийти. И уже сесть отдохнуть. Ребят, я прилетел уже в Москву. Никого тут нет. Пусто. Иду я на мини-метро. Которое находится у нас между терминалами. Терминал нужен мне B. Как будто не рейсы. Прилетели отлично. 5.30 утра. В 6.55 у меня вылет. Значит, я успеваю забежать. В приорите, умыть лицо. Ну и, в общем-то, как бы все ништяк. Соответственно, мне эти переходы очень не нравятся. У меня такой, не самый главный специалист. По международным рейсам все остальное ерунде. Поэтому, конечно, гораздо было бы мне комфортнее, если бы камера фокусировалась на мне. О, тут уже люденько. Тут уже мы летим по России. И какой-то терминал, я не знаю. Нифига не написано же. Сейчас будем разбираться. B. Вот, отлично. Нам идти туда. Давайте так. Московские аэропорты тоже огромные. Петер наш маленький. Ну, а про другие города России я просто молчу. Там просто... Такие вещи, малыши. Ни о чем. А что это 15 минут написано? А что, электрички нету? Опять кардиотопать. Пешкалатор. Пешкалатор очень удобная вещь. Вроде бы ты идешь, и она едет. Идет такой, как ракета. И 15 минут превратятся, наверное, в 7. Мне казалось, что в шереметье какие-то должны ходить штуковины. Или я перепутал. В любом случае, в билете написано терминал B. И не путайтесь. Сейчас я прилечу в Питер. Пойду домой. Возьму свежие шмотки. Сделаю свежего себя. И в 12 часов ночи у меня свернут в Перми. Но по прилету теперь. Давайте-ка я расскажу вам про свое самочувствие. После такого количества перелетов. Напоминаю, что прошлые выходные я был в Екатеринбурге. До этого я был в Тюмени. Как вообще живется с этим графиком? Как питаться вы видели? В целом я старался вам показывать свои пределы пищи. Сейчас, кстати, пахло протеиночка. Кто-то добил руль до терминала. В общем, кормили в самолете очень даже неплохо. У них была водичка, кола без сахара. У них был салат с курицей отварной. Курица отварной. Типа отварной. Тушеная в какой-то такой ерунде. Весьма нежный, без жира. Скажу честно. Съел три таких вот, ну, с размером, с глазное яблоко. Картошинки маленькие. Мини-картофанчика. Скушал. Ммм. Почему? Почему не скушал? Блин, ты дурак. Сонный был, что-то в рот стащил. Конечно, это не критично для формы. Ну, да, вот. Как-то сторонник придерживался такого. Решил не есть лишнего, значит, не есть. Ну, ничего. Все, все-таки здесь есть метрошка, вот он, дорисован поезд. Вот там. Я правильно пишу, притопал. Сейчас наеду, как спущусь. И все, можно будет дальше двигаться уже в сторону терминала. Я, ребята, опять ножками. Ножками для скорости всегда-всегда приятие. Ищем, где же у нас выход на посадку. Все. Выход на посадку впереди. Тут все в экранах. Rock Edition. Hyundai Creta реклама. Короче, Hyundai Creta Rock Edition. Они там херанулись. Вот я представляю этого 45-летнего чувака, который берет себе Hyundai, у него просто в сердце. Там Rock and Roll. Не, ну серьезно. Хорошая машина. Ничего не скажу. За свои деньги. Как бы она прикольная, внешняя. Вроде бы, ну, люди покупают, ездят. Ну, Rock Edition. Ну, серьезно. Почему поставили электронную клейку? Нормально же все это работает, и остается человек. Пойду сюда. Статное чувство. Куча народа стоит. Очередь. Куча народа. Не куча народа. Можно делать и вот. Куда идут люди не сильно. Такие. Стат поумнее. Все так. Все, прошло все досмотры. Судя почему-то медленно. Ребят, сразу снимайте там часы, пояса. Не задерживайте себя и других. У меня выход 112-й. Это совсем рядышком, совсем близко. Уже от детей я пришел. Сейчас я пытаюсь найти бизнес-зал. Очень интересно, где он находится. У меня есть полчасика. Ну, в любом случае, там будет комфортнее. И там можно перекусить. А вот уже мой гейл. 112-й. Это очень хорошо. Ну что, в Питер иначе нельзя. И то все одеты в куртки. Все одеты очень максимально в плов. Ну и что? Это же машина, правильно? А у нас есть антифриз. Ну, свежо. На самом деле, не так плохо. Не очень холодно. Небо светлое, не пасмурное. Я вижу, там солнышко. Там солнышко, ребят, прорывает. Смотрите, парень думал, что он в пятерку спадет. Камники-то с этой стороны, а не с этой, не с внешней. Он очень хотел стать звездой. Все, я в Питере. 9 утра, в 12 часов ночи. Ровно в 00.05 я уже улетаю в Пермь. Опа, а вон моя машинка уже едет. Сейчас меня заберут. Здарова. Все, ребятки, по-быстрому надо домой.